А перед началом просмотра этого видео вы можете быть в мою группу ВКонтакте и поучаствовать в моём конкурсе. Сейчас нам проходит конкурс на 5 призовых мест, то есть 5 будет претендентов на победу. То есть как претендентов на победу, то есть... Может сейчас много кто, наверное, я думаю, а победителей будет только 5. И, собственно, на первом месте будет Red Fashion Gorilla, второе это 2 вещи в доте, Blood Rage Axe на Кентавр и Gift of the Sea Shoulders на Морфлинга, третье это Falls of Game Warrior на Джаггернаут и Mighty Boar, курьерчик. И Binding of the Summer Lord на Shadow Demon и Bunghunter Belt на Blue Seeker на 4 месте. И Tests of Chainsawed Guard на Свена на 5 месте. Конкурс, довольно-таки легко в нём поучаствовать, просто нужно сделать репост, поставить лайк под эту запись, то есть не под записью вашего друга, если вдруг вы найдёте эту запись у вашего друга. Вступить в мою группу, собственно. Кстати, я обновил аватарку, как вам? А-а-а, нормально, да? Также вступить в группу Online Gamer, вы можете, собственно, щёлкнуть вот сюда, вот. Я добавил специальную ссылку. И можете щёлкнуть на Играфан. Тоже надо вступить. После конца, ну, когда наберётся 20 репостов, пройдёт 7 дней после этого, я всё это буду проверять самолично. И, собственно, раздавать уже подарки, эти призы. И, собственно, дерзайте, ребят! Ну что ж, приятного просмотра! Всем привет, с вами снова Сердолис. Очередное видео в формате ИК, информативная коробка. Сегодня мы поговорим о том, как же вам оптимизировать свой компьютер для работы, для игр и для много чего прочего. Я подобрал уже вот эти программы. Вы можете их уже, как бы, начинать скачивать. Найдёте в интернете всё, ибо я сам очень долго искал некоторые программы. И поэтому у меня не сохранились страницы. Я их тупо не запомнил и не записал. Но, я думаю, вы запомните по названию и найдёте. Начнём давайте с самого главного, самого важного в этом списке программ. Это драйверы. Ну, GeForce Experience и Driver Booster. Это две программы, которые я бы поставил так вот вначале. Я давайте сейчас расфасую всё, чтобы было по степени важности. Драйверы — одна из самых важных частей компьютера, ибо, если у вас не будет, например, графического драйвера, то вы, собственно, сможете работать с несколькими графическими приложениями, да, и в игры-то у вас поиграть тоже не получится. Поэтому всегда обновляйте драйверы для видеокарты и драйверы для звука и прочих устройств в вашем компьютере. Так, клавиатуры и прочего. Ну, собственно, вы там уже разберётесь сами, как это всё работает. Ну, наверное, GeForce Experience уже все понимают, как работает. Кто использует, собственно, видеокарты GeForce. И GeForce Nvidia, я имею в виду. И драйвер-бустер, наверное, объяснять тоже там не особо сильно придётся, потому что запускаете, он сразу начинает искать драйвера, которые устарели. И там будет кнопка... Сейчас, собственно, пройдёт проверка. И покажу вам. Ну, вот, собственно, у меня все драйвера в порядке, его я недавно совсем проверял. И вот здесь будет обновить все. То есть можно будет все драйверы обновить. Обновить. Договорился. Так, дальше у меня стоит Avast. Не в плане того, что именно Avast нужен как антивирус. Вам просто нужен антивирус. Многие говорят, что антивирусы они проблемы, и типа антивирус не нужен сейчас. Но, как бы, я не особо с этим согласен. Ибо антивирус, по правде, очень нужен. Ибо, сталкиваясь с чем-то в интернете, вы можете в любой момент подходить к какой-то вирус, шпионскую программу, ворующую ваши пароли, и много чего прочего. Вредоносные куканы тоже могут быть. Поэтому обязательно качайте Avast, дабы, собственно, не пригодил пукан во время какой-нибудь игры от какого-нибудь Трояна. Так что качайте, ну не Avast, именно антивирус качайте. Любой антивирус. Но я советую Avast, и мне он больше всего нравится, он удобный. Интерфейс тоже такой простенький. И, собственно, он работает хорошо и быстро. Мне нравится. А дальше у меня идёт три программы уже. Это Adversive System Care, CC Cleaner и Smart Defrag 4. Ну, я, собственно, сейчас объясню, что да как. Adversive System Care — это такое комплексное очищение компьютера от всяких бед. Соответственно, вы нажимаете здесь «Пуск», и, собственно, идёт проверка. Там может быть, кстати, галочка на автоматическую починку и поставить галочку на то, чтобы... Ну, кстати, давайте я включу. Вот, видите, выключить ПК или перезагрузить его. Но я не буду это делать, ибо я, собственно, недавно это делал. И, собственно, мне пока не надо. Я это делаю раз в 5-7 дней, потому что это самое лучшее, оптимальное, потому что нет смысла чаще делать. Также есть защита всякая. Есть базы инструментов, кстати. Вот базы инструментов я очень часто пользуюсь. То есть тут всякие менеджеры по запуску, очистки реестров, ремонт системы и много чего прочего. Всё, что очень полезно. И вот здесь, конечно, эта продукция IO-Bit. То есть тоже то, что часто и много из этого придётся вам лучше бы скачать, потому что... Потому что стоит. Потому что стоит это качать. Есть турбоускорение для ускорения работы ПК. Тоже очень полезно. Здесь можно настроить это турбоускорение. Ну и центр действия это обновить всякие программные обеспечения. И, конечно же, опять купить или скачать. Ну, купить, скорее всего, только здесь именно только купить. Программное обеспечение от IO-Bit. Собственно, здесь вот многие программы от IO-Bit. То есть это раз от IO-Bit, два, три, четыре. Ну и это вместе с Razer'ом IO-Bit. Месте с Razer'ом уже делали. Ну ладно, дальше. CC Cleaner. Запускаем CC Cleaner. Сейчас тоже вам покажу, что почему. CC Cleaner, как я помню, долго запускается, да. Да, ведь? Или это я его не запустил? Ну, с CC Cleaner'ом у меня обычно всегда, да, проблемы какие-то при запуске. Не знаю, почему, правда. Но он... Ну, я не знаю, почему он сейчас не запускается. Это очень странно. Хм. Ладно, может попозже он у меня запустится. Давайте перейдём к Smart Defrag'у. Сейчас я не знаю, почему. У меня только что буквально запускался перед видео. Ну ладно. Запускаем Smart Defrag. И, собственно, вот как он выглядит. У вас, конечно, тут не будет галочек. У вас будет только вот так вот. И, конечно, у вас может быть не быть вот этого посередине или... чего-то ещё, ибо... Не у всех есть два жёстких диска. То есть, у меня один... Это... Ну, два HDD-шки. Надо бы SSD купить. И будет всё очень хорошо, но у меня нет SSD-диска для системы. И, собственно, что заключается... Во чём заключается эта программа? Вы можете поставить здесь галочки. Можете их убрать, конечно же. И, собственно, в чём прикол? Тут можно делать дефрагментацию файлов. Любых файлов, что находятся на ваших жёстких дисках. Нажимаете сюда, и можете смотреть, что это. Да только дефрагментация, и какую... Ну, вообще, выбор, какую дефрагментацию хотите сделать. Советую... Эдак... Раз в месяц, наверное, Ставить дефрагментацию приоритет файлов. Причём на все жёсткие... На все жёсткие диски. Причём на ночь желательно. Потому что очень долго она длится. Там где-то... По 3-4 часа. Да даже побольше длится. Смотря, сколько у вас занято места на жёстких дисках. То есть, если у вас, например, будет занято... 100 гигабайт из 2 терабайт. То есть, вот у меня-то 800... У меня-то 807 осталось всего лишь. То есть, будет занято 100 гигабайт из 2 терабайт. То... Также можно поставить авто-дефрагментацию. Дефрагментацию во время чего? То есть, во время запуска. То есть, там можно ещё другие какие-то опции поставить. Вроде бы. Я не помню уже. Дальше есть тут дефрагментация игр. Советую тоже делать их раз... Это раз в месяц. То есть, у вас там появляются новые игры. Там всякие прочее. И можете дефрагментировать. Чтобы оптимизировать тоже свой геймэкспириенс, так скажем, в играх. И поэтому я советую вам делать дефрагментацию игр тоже. Вот каждый месяц. Раз в месяц, там где-то под конец. Не знаю, там где-то в это время. Очень сильно советую. И вот, конечно, дефрагментация во время загрузки. То есть, это локальный диск 1, локальный диск 2. То есть, выбираете, что дефрагментировать. То есть, тот диск, на котором у вас стоит системник, будет еще одна галочка. Дефрагментация системных файлов. Советую тоже делать раз в месяц дефрагментацию системных файлов. Ибо, если их не дефрагментировать, может очень сильно ослабиться работа системы самой. То есть, очень сильно может ослабиться. Сам с таким сталкивался. Это очень неприятно. Ну и центр действия это то же самое. То есть, это все эти программы, которые есть в везде. Вот здесь просто. Ну и, собственно, давайте дальше перейдем. Может, сисиклинер у нас запустится, правда. От имени администратора, я не знаю, что ли. Я не знаю, почему он не запускается. Странный сисиклинер из папки. Не, вообще не запускает. Очень странно. И диспетчер, из-за чего, наверное, вроде тоже нет. Так. Нет же. Ну да, вот тут нет. Не может быть. Он даже не реагирует на клики. Ну да ладно, давайте перейдем дальше. Это ibit.uninstaller. Тоже очень полезная программа для того, чтобы удалять программы. То есть, ну, вы можете сейчас поспорить, сказать, типа, о Windows есть специальная такая вот штука под названием... Где-то тут она была. Программы компоненты, типа, чтобы удалять. Но я вам скажу так. Вот это как бы бесполезно абсолютно. То есть, он, да, удаляет и удаляет как бы только жёсткого диска. То есть, в реестре остаётся вся информация, в кэше, везде всё остаётся об этой программе. Но не на жёстком диске. А это удаляет отовсюду. И причём, если вы нажмёте Uninstall, ну, нажмёте Uninstall, то есть, как бы, у вас будет там... Должен быть где-то вот... Я не помню, тут... А! Точно, точно, точно. Не здесь. Если вы вот так удаляете, то удаляете, как бы, да, из жёсткого диска и с реестра просто, сам по себе. А ещё по-другому удалить. То есть, это берём, например... Вот берём вот этот файл и уничтожение файла. И... Эээ... Далее жмём. И здесь вот, видите, тут разные виды удаления, шреддер. Такой просто жёсткий шреддер. То есть, метод Goodman, это... Можно... Эээ... Вот этот один маленький текстовый документ Будет удаляться 35 раз для полного... Эээ... Для самого тщательного просто удаления. Чтобы, знаете, прям очень сильно удалить. И прям, чтобы никогда больше о нём не вспоминать. Даже в кэше, в реестрии. И это очень полезно. На самом деле. Тоже советую. Вот оно очень долгое, потому что 35 раз удаляется. Ну, для того, чтобы... Как я сказал уже, чтобы было всё тщательно. Ну, это, конечно, тулбары всякие. Можно поудалять. И поудалять всякие Windows-приложения. То есть, там, будильники, музыка, прочее, там, всякое. Ну, с Ubit... А с Ubit Union Installer разобрались. Дальше идём в Razer Cortex. Razer Cortex, как мне кажется, куда лучше, чем Game Booster от Ubit. Но мне так очень сильно кажется. Потому что при запуске Razer Booster, во-первых, нас встречает очень красивый дизайн. То есть, мы должны авторизироваться. Сейчас мы авторизируемся. Так. И не выходить из системы надо вот оставить. Не знаю, почему у меня вышла из системы. Без понятия. Всякие звуки тут разные. Ну, вы, конечно, этого не услышите. Потому что я звуки из компьютера всегда вырезаю на видео. Вы будете слышать только музыку какую-то фоновую. И, собственно, вот как выглядит Razer Cortex. Кто его ещё ни разу не устанавливал. Вот так вот он выглядит. Тут выбирайте любые игры. Можно их, во-первых, запустить, изменить и добавить в избранные. А также тут есть ещё, кроме этого, кроме как запуска игр, есть ещё другое. Конечно же, синхронизация сохранённых игр. Это ладно. Ладно, акции нам не нужны. Нам нужно ускорение. Ускорение геймэкспириенса. То есть, что вот как бы вот это такое. Советую здесь повозиться минут 10. Минут 15 даже. Вот советую реально здесь повозиться. И советую ставить ускорение уровня пользовательского. Потому что тут совершенно разные просто... У всех разные системы. И некоторые вещи Razer Cortex отключает, которые не надо отключать. И поэтому советую поставить на пользовательский. И начинать тут убирать всякие программы, которые вам не нужны во время игры. То есть, там, у меня, например, вот это можно убрать... Мой графический планшет. Можно убрать, к примеру... Выключить... Что бы ещё тут можно выключить-то вообще у меня? Mail.ru апдейтер можно выключить. iBit Launcher можно выключить. И много чего тут ещё можно... Driver Booster, например, тоже можно выключить во время игры во что-то. И, конечно, можно переключать. Там, не нужная служба. Служба не относящаясь к Windows и прочее. Но советую повозиться тут. Это не особо много времени займёт. Также есть диагностика. Можно проанализировать, чтобы сыром выразить отсчёт о... Всяких... Неполадках у вас. Есть отладка. То есть... Ну, тоже повозитесь тут, как не посмотрите. Defrag. А каких-то именно отдельных игр. То есть, это как Smart Defrag. Есть такая же штука. И... Можно посмотреть... Каждый раз, когда вы запускать какую-то игру, можно смотреть FPS. То есть... Тоже очень хорошо. И... Полезная штука. То есть... Ну, у меня как бы стоит... Стоит GeForce Experience. Поэтому мне всегда FPS показывают. Во всех окнах вообще. И это как бы полезно мне. Мне это нравится. И... Конечно, ещё разные всякие окна. Ещё есть общий доступ в VR. Ну... Ой, SWR точнее. Ну, это, конечно, очки виртуальной реальности. Ну, собственно, нам это больше не надо. Ребят, надеюсь, вы запомнили эти программы. GeForce Experience. Driver Booster. Avast. Advanced System Care. Smart Defrag. CC Cleaner. Я не знаю, почему не работает. Но... На самом деле, он работал. Только что, буквально до записи. Я записывал... Ну, не записывал. А запускал программы. Все. И... Проверял их работоспособность. И CC Cleaner работал. Я не знаю, почему сейчас они работают. Может, аллергия на бандикам у CC Cleaner. Я не... Без понятия просто. Iubit Union Installer. И... Razor Cortex. Советую все эти программы скачать. И... Все этими программами... Работать... То есть... Не как можно чаще, а... Так сказать... Чтобы уже в привычку у вас вошло. Там, например, проверять на ошибки кэш. Или дефрагментировать жесткий диск раз в месяц. Это очень полезно. И очень сильно оптимизирует компьютер. То есть... Если вы не будете, как бы, этого делать... То рано или поздно вы решите переснуть винду. То есть... У всех такая вот идея. Но лучше, конечно же, вот это все просто сделать. И все будет нормально. Кстати, чем больше у вас дефрагментация жестких дисков, тем дольше будет идти... Ой... Тем больше у вас фрагментация жестких дисков, тем дольше будет идти дефрагментация жестких дисков с помощью Smart Defrag. Потому что... Он сейчас... Его как-то очень сильно оптимизировали. Так что он теперь не просто убирает какой-то процент фрагментации. Он теперь убирает вообще все проценты фрагментации. То есть у меня... Я когда запустил... Вчера... Вчера я запустил на умную дефрагментацию. Полную. То есть полную дефрагментацию с... Приоритетом файлов и все-все-все там вообще. То... У меня посмотрел... Я сначала посмотрел, сколько там у меня... Процентов фрагментации жестких дисков. И я офигел, потому что у меня было около 12%. А это реально очень жестко. И это очень сильно давит на системник. Теперь, к счастью, у меня уже все не так. Теперь у меня все нормально. То есть у меня теперь бандикам снимает просто рабочий стол. У меня КПУ... Оперативку прям вот вообще почти не засоряет. То есть у меня 9-10%... Ну, 5% уже. 5-10% КПУ. И стабильно стоит на 25% ОЗУ. Но это нормально. И, собственно, на этом я, пожалуй, закончу, ребят. Заботьтесь всегда о своем электронном цифровом друге. И берегите свой компьютер. Серьезно. Это одна из самых важных вещей в последнее время. То есть уже на уровне с деньгами. Потому что если у вас есть компьютер мощный, то и... Значит, вас будут уважать. И компьютер надо тоже заботиться о нем. Если он будет забьется со компьютера... А в компьютере, то вообще... Когда-нибудь он у вас сломается и... Там сгорит видеокарта. Материнская парт... Материнская карта и много чего прочего сгорит. И все будет очень-очень плохо. Кстати, я вас все забыл сказать. Когда у вас установлен Advanced System Care... То есть у меня установлен же. То у вас будет справа вверху вот такой вот... Появляться такая вот штучка. Что-то такое. Я просто сразу объясню. Я не знаю, что-то в КПУ подскочило. Без понятия, почему она подскакивает. Да ладно. Это тоже всегда случается. Системник просто... Система перегружается иногда. То, что у меня уже... Довольно-таки старая система, так или иначе. Собственно, что это такое? Вы можете нажать здесь плюсик. Увидеть просто все, что происходит сейчас в компьютере. То есть как загружен жесткий диск. То есть какого процента операции происходит. Ну, сто процентов у меня здесь иногда происходит. Потому что я снимаю как бы. Из-за этого просто приходит сто процентов. Рам. Конечно, это оперативка. КПУ. Это... КПУ. Ну, это... Процессор. Я все забыл. И сеть. Это, конечно, уже сеть. Но это ясное дело. Тут можно еще... Это температура здесь будет. Но я не знаю, что она не грузится сейчас. А вот, загрузилась. То есть вот температура всех частей тела компьютера. Скажем так. То есть КПУ. ГПУ. Скорость вентилятора. И материнская плата тоже тут температура есть. То есть все очень удобно. Можем все это смотреть. И, собственно, можно вот это все убрать. И будет такая маленькая... Удобная штучка. И можно нажать вот сюда. Нажимаем. Ой, тьфу. Я ее нажал уже. Вот нажимаем вот сюда. И у нас начинается вот такая вот сметка. И мы очищаем какой-то процент нашего оптимизированной памяти. То есть, видите, было 25. У меня стало 21. Уже все уменьшается. Потому что какие-то программы, ненужные файлы закрылись. И теперь все становится куда лучше. И оптимизирование. Это куда лучше. Видите, уже даже 19% становится. Так будет пока уменьшаться. Потому что программы, которые закрыл только что Advanced System Care, они как бы сейчас вот закрываются потихонечку. И вот все. 19% все нормально. Можно, конечно, еще раз сделать, заспамить прям жестко. Не знаю зачем, но можно еще раз заспамить и почистить еще 62 мегабайта. Но, скорее всего, 62 мегабайта это нагрузила сама вот эта iBit. Потому что она ее очищала. То есть, вот так может даже быть. Ну, и, собственно, на этом я, пожалуй, закончу, как я уже сказал. Ну, шо ж, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем удачных дней. Последних дней этого лета. Осталось два дня. Ребята, отдохните по полной. Погуляйте. Может, набейте себе 7К ММР в дотке. Набейте себе за эти два дня какой-то, не знаю, Голд, Нова, Три, не знаю, там, или Может, уже вы набьете себе уже Беркута. Софету, что-то до конца этого лета уже доделать. И чтобы считать, что это лето непросранным вообще. Я не считаю, что это лето непросранным. Но, наверное, насчет этого я сделал отдельный блог. И, собственно, потом мы об этом и говорим. Ну, шо ж, ребят. Всем удачи. Всем пока. А пока вы еще не закрыли это видео, Советую вам подписаться на группу Играфан. Группа моих друзей. Группа довольно-таки хорошая. И мне, собственно, нравится. Тут вы можете увидеть всякие приколы. Ну, новости для других групп. Это, собственно, игра чисто для приколов И всяких картинок типа для важных переговоров. Понадобится любому геймеру. Так что заходи. Радуйся. Ссылка в описании.